Дорогие зрители и подписчики моего канала, всем привет! Ну что же, никак не могут успокоиться олигархи Грузии, Украины, России. Сегодня Саакашвили приговорили к трему годам лишения свободы. Так решил Белийский городской суд. Судья Георгий Араведзе огласил решение по части обвинения в отношении экс-президента Грузии по делу Сандро Гиргвилиани. Как сообщает Enter News со ссылкой на Грузию онлайн, судья признал Саакашвили виновным и приговорил к лишению свободы сроком на 3 года. По делу Сандро Михаилу Саакашвили предъявлено обвинение по сайте злоупотребления служебным полномочиям. И как отреагировал сам Михаил Саакашвили? Приговор грузинского суда, находящегося под полным контролем крупнейшего частного акционера Газпрома Иванишвили, по отношению ко мне, полностью незаконный и противоречит всем международным национальным нормам и здравому смыслу. Судить президента за использование права на помилование, которое никак не ограничено, говорит о полностью политическом характере этого процесса. Это также говорит о том, что грузинская власть не нашла на меня за 5 лет, за 5 лет, ничего существенного, никаких фактов коррупции, ни других правонарушений. На этот приговор, так же, как и параллельный процесс в Киеве, показывает, что аллергические власти в Украине и в Грузии действуют синхронно и в полной координации друг к другу против меня, как лидера борьбы против коррупции, олигархата и грабежа народа. То, что Владимир Путин за все эти годы требовал принять против меня эти репрессивные меры и от грузинских, и от грузинских властей, ни для кого не секрет. Он еще раз это повторил на недавней пресс-конференции. Соответственные меры с целью моей нейтрализации были предметом встречи Порошенко и Иванишвили в Грузии за несколько дней до лишения меня украинского гражданства летом прошлого года. Так же, как по моей информации во время телефонного разговора, Порошенко и Путин 29 декабря 2017 года общались. Чтобы Путин и Порошенко и Иванишвили не делали против меня, моя борьба продолжается. До полной победы наших народов над голливерхатом, коррупцией, нищетой и унижением людей. Вот на что ответил Михаил Саакашвили. Потому что мы видим, что вчера и позавчера над Михаилом Саакашвили проходили суды, и один перенесли иммиграционный суд, отказал Михаил в дополнительной защите. И мы видим, как они действуют синхронно. И теперь, мне кажется, ни у кого не будет сомнений, то, что наша власть, власть России и Грузии объединены против одного человека. Против Михаила Саакашвили. Не против Медведчука, не против Ахметова, который грабит каждый день украинцев своими налогами. И вот с Нового года на 16% повысили плату за электроэнергию. А вот именно Михаил Саакашвили. Потому что Михаил Саакашвили может с ними всеми разобраться. И поэтому они его так боятся. И ничего толком не могут на него найти компромат. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.